Не-не, чё-то тут не то. Эндокринолог, пульмонолог, невролог. Можете попробовать, но скорее всего нет. Не-не, доступного времени для записи к специалисту. Твою мать, это чё такое? Первый раз на собрании в детском садике. Всем доброе утро. Мы уже с Денечкой отправляемся в садик. Так, смотрите на этого максимально модного парня. Кстати, у меня лайфхак по поводу бриджей. Бриджи на наш возраст реально очень сложно найти, чтобы были хорошо закрыты колени. Вот это шорты, которые нам дарила сестра моего племянника. И они как бы идут на более взрослые. То есть это шорты или бриджи даже для более взрослых. И посмотрите, как классно они на нём сидят. Хорошо защищают колено. То есть, да, плюс это джинса. Она не плотная, она лёгкая. И мне даже ничего не надо было завязывать здесь. Они вот хорошо на резиночке держатся у него. Короче, вот гулять в таких самое то. Надо будет ещё поискать. Вышли на улицу. В целом тепро. Ну, чуть-чуть тепро. Тепро. Ну, чуть-чуть прикладно. Вот, петровочка самая точная. Идём так. Ну что, мои хорошие. Чё-то я сегодня целый день вообще просто бесил без настроения. Я должна была пойти на вокал. Но я, блин, у меня такое состояние на самом деле просто расклеенное. И каждый раз, как... Вот даже я выпила уже лекарство, аллергию. Каждый раз, когда я начинаю разговаривать, у меня начинают здесь вот щекотать и кашлять. И я не знаю, из-за этого или из-за того, что я не выспавшаяся, у меня вот сегодня просто упадок сил. У меня нет сил. Я ничего не хочу делать. Я хочу лежать. Вот я спать не хочу. Но мне кажется, есть что-нибудь вкусненькое. Может, ещё погода? Вот солнца нет. Поняли? И такая погода какая-то. Вот, может, она тянет ещё. Вот я сейчас еле-еле встала. Время сейчас... Половина четвёртая. Половина четвёртого? Четвёртая. Скоро за малым идти. А я ещё чувствую, что время просто бежит. Я ещё не отдохнула. Я ещё не навалялась. А, вот, прическу, кстати, себе сделала. Смотрите, это я так посушила волосы. Ну, вот с этим, поняли? Там делала по-определённому. Мне нравится такой какой-то расхлябанный немножко вид. Волосы как бы такие себе. Сейчас сделала одновременно две доставки. Вот что хотела сказать. Вкус Вилл в первый раз сделала доставку. Обычно я ездила к ним. Потом думаю, что я к ним езжу? Можно же доставку сделать. У них бесплатная доставка, походу. Сейчас я посмотрю. Яндекс.Такси почему-то привозит. Мне доставку. Я, интересно, за Яндекс.Такси отдельно платить не буду. И Сбермаркет лентовский. У меня закончилось всё молоко. То есть на завтра уже пить кофе не с чем. И я одновременно прям один за одним заказала. И, по-моему, Вкус Вилл уже мне сказали, что собирается товар. Они мне позвонили после. То есть сначала позвонила Сбермаркет. Потом позвонил в Вкус Вилл. Но Вкус Вилл уже едет. А Сбермаркет до пяти. Может, Вкус Вилл не так много доставки делают. И у них больше времени. Они быстрее. Посмотрим, короче, кто первый приедет на самом деле. Может, ещё Сбермаркет доедет. Сейчас сажусь монтировать видосик. Потому что должна хоть что-то сделать сегодня полезное. Просто тупо вот так валяться целый день. Это не дело. Вот. И я надеюсь, что причина истинная в том, что я, наверное, не выспалась. Поспала шесть часов вместо восьми. И из-за этого у меня такая сонливость. Потому что если это из-за чего-то другого, то я очень расстроюсь. И вот даже к врачу мне там пишут, на самом деле. Вы мне пишите очень много. Кто-то говорит к аллергологу, к пульмонологу. Кто-то говорит к неврологу. Кто-то там ещё каких-то докторов называет. Да, мне, походу, ко всем надо пойти. И все анализы сдать. Но вот сегодня у меня реально просто нет сил. Я позвонила сегодня в клинику, где должна была терапевт работать. Та, которая маме нравится. Но я позвонила туда, сказали, что она там уволилась. Короче, она с нашей клиники бесплатно уволилась. И из КДЦ, то ли как-то так называется, оттуда уволилась. Я говорю, вы не знаете, где её теперь искать? Нет, не знают. Ну, короче, не буду я, конечно, колени сбивать, искать её. В общем, у нас ещё одна вроде неплохая терапевт есть. Я просто думаю, что надо начать с терапевта. А там она уже к кому меня пошлёт. Туда я и пойду. Соберу всё, что мне скажут, какие анализы сдать. К аллергологу надо пойти, к аллергологу пойду. К пульмонологу, к пульмонологу. К неврологу схожу. К терапевту. Ну, просто терапевт, он же общий врач, насколько я знаю. Мы к нему приходим, жалуемся. А он уже детально говорит, что стоит пойти к тому, к тому, к тому. Понимаете? И тем более, если я терапевт толковый, то должен правильно направить меня. Потом собрать все мои вот эти вот анализы и уже посмотреть. Ну, в общем, сегодня, короче, сил вообще нету. Идти никуда. Жду вкусняшки. Очень хочу сладенького. Чая хочу сладенького. И помонтирую чуть-чуть, чтобы совсем бессмысленный день не оказался. Мои хорошие, кто-то уже позвонил мне в дверь. И мне еще пришла смс-ка, что мой заказ тоже в пути от Сбермаркета. И вот интересно, кто первый до меня доехал. Я надеюсь, что это вкусвилл, потому что мне очень нравятся их десерты. Кто не смотрел мои распаковки, уже будет... А, будет одна распаковка, а потом другая. Короче, будут распаковки. Вкусвилл там очень вкусные вкусняшки у них. Я прям рекомендую какие-то вещи, какие-то продукты. Прям попробовать. Ой, ко мне. Приехал вкусвилл, и я вам бегу распаковывать. Это на второй канал. Так, ну вот и пришла наша доставочка еды. Тут вот я взяла тысячу молока своего любимого. Без него не могу. Сегодня закончилось. Дэнчике пару йогуртов взяла. Доставка бесплатная. Сегодня и сборка была бесплатная. В дорогу. Блин, один взяла, надо было два брать. Ну ладно. Пусть будет один. Ой, а что только два молочных ломтика? Что они мне не сказали? Я вообще пять заказала. Почему-то их два здесь. Так. Так, тут хлеб. Бананов. Ё-моё. А что так много бананов? Да ёшкин кот. Так, бананы помыть. А вот яблок, да. Я заказала много. Какие-то зелёные. Это типа сезонные или какие-то там эконом. Яблоки эконом. Я беру иногда, они бывают очень вкусными. Поэтому беру чуть-чуть. Вот это у нас голд. Голд, по-моему. Потом здесь айда ред. И ещё... Это тоже айда ред. Да. В общем, вот. В общем, вот и всё. Целое ведро яблок. Денька просто с ума сойдёт от счастья. Короче, иду. Еле-еле передвигаю ногами. Одно видео сняла, одно видео смонтировала. Я, конечно, молодец. Планы у меня были наполеоновские. Ну, ладно. Надо иногда отдыхать. У меня что в последнее время получается? Много отдыхать. Ну, ладно. Сегодня день такой. Не горжусь собой, если честно. Сейчас Денечку заберу на улице. Классная погода. Погуляем чуть-чуть. И домой спать. А, нет, не спать, а убираться. В общем, доброе утро. Вот сейчас мы с Деней идём, чтобы вы понимали. И мы очень, очень легко одеты для погоды утра. Может, даже ветерок ему на кивку капюшон надела, он снял. Блин, я не знаю. Но у нас обычно утром холодно. У нас обычно утром холодно, а потом распогодивается немножечко. Я надеюсь, они пока не будут гулять. Пока такое все легко одеты. Я уверена. Короче говоря, отвела Деньку в сад. И вот в итоге смотрю, детки другие. Вот мамы чьи-то большую погоду осознают в Ростове-на-Дону. У нас кто-то в шапках, кто-то в куртках. Кто-то и в куртках, и в шапках. Ага, мы идём в кепки, да, в олимпийчике. Я говорю, завожу. Говорю, вы же гулять будете? Она говорит, если дождя не будет, мы будем гулять. Но я понимаю, что надо привезти. Я говорю, ну тогда я принесу сейчас что-нибудь. Надо и шапку ему принести, и куртку. Причём куртку не тёплую, а какую-то вот, я не знаю, кожанку, может быть, достаточно будет. Или что-то потеплее. Иду и голову ломаю. Чё ребёнку вот в такую погоду? Причём она распогодится, я думаю, ко дню. Будет жарко уже у нас так всегда. Ладно, пока у них сейчас будет завтрак, то всё. Надо подумать. Сделала себе, в общем, завтрак из тостов таких, с акриль называется. Вот, очень мне нравится. Кофе подогрела, включила сейчас музыкальная интуиция. Ржу не могу с этой передачи, честно. Она мне так нравится, с этого шоу. Кто смотрел? Ну что, мои хорошие, я иду в сад, несу шапочку Дэнни и тёплую джинсовку. Погода, я надела сверху ещё куртку. Погода вообще, вот ветер стрёмный. Вот не было бы ветра, а нормально было бы, а ветер всё портит. И зайду в магазин ещё с вами. Зашла в магазинчик, купила валюшки, кое-какие салатики, которые ещё не пробовала. Ну, один пробовала, мне очень понравился, взяла. Цезарь вообще восхитительный. Так, сосиски по мелочи там. И взяла конфетки очень интересные. И помидорчики сейчас оранжевые, сливовидные. Сейчас попробую вместе. Так, ну что, разбираем. Смотрите. Вот это я ещё не пробовала. Это сельд под шубой. Вот в точке вкуса всё покупала. Цены вообще такие смешные. Ну, там, не знаю, 80 рублей, 50 рублей, что-то вот такое. Поэтому, а позавтракать с салатиком иногда классно. Вообще, не знаю, бывает у вас такой элемент. У меня часто бывает. В холодильнике есть, что поесть, но мне хочется что-то прям новенького, необычного. Взяла виноград, Денечки придёт, будет кушать. Ну, сосиски. Там небольшой был выбор сосисок ганноверских взяла. Вот такую вот ещё колбаску я люблю. Либо великолукский вот этот мясокомбинат по ГОСТу. Либо вязанку беру. Вкусно. Батарейки. Это у меня для микрофонов. А, вот это решила, короче, взять, попробовать. Но они покрупнее, чем я беру во вкус Вилл. Во вкус Вилл вообще космос вкусный. Вот 33 рубля всего. А здесь они большие. Ну, я попробую. А джем? Не написано, какой джем. Короче, попробую, сравню. Потом вот эти помидорчики тоже с вами попробую. Сейчас они, видите, сливовидные, оранжевые какие-то. Так. И взяла вот такие мармеладки. Чё-то оно мне из детства напоминало. Чё-то, мне кажется, в детстве я такое ела. Они такие маленькие дольки, а внутри прям мармелад такой апельсиновый. Там ещё вишня была, и они по акции 81 рубль стоили. Может быть, срок годности уже на исходе. До 16-го, 11-го. Ну, нормально вообще. Короче, попробуем. Они это или нет. Вот ещё вишнёвые были. А, ещё банановые есть, по-моему. А, лимонные, то есть. Ну, больше апельсинка точная должна понравиться. Вот, по ценам я сейчас вам скажу. Так. Вот, салат крабовый 51 рубль. Вот, мармеладка 50. Сель под шубой 55. Цезарь, но он вкусный, 85 рублей. Так. Сосиски ганноверские 151. Колбаса 195. Томаты оранжевые 143 рубля. Ну, в принципе, нормально. В принципе, нормально. Да, наверное, цена. Виноградки шмиш 265. Вот, ну, виноград не дешёвый. Печенька, сказка, листики. Да, 33 рубля получилась. Вот и всё, сходила на 1000 рублей. Ничего, почти не взяла, да? Я зашла ещё, не разделась, но мне сразу хочется попробовать этот... Но мне сразу хочется попробовать вот этот помидорчик на вкус. На удивление, вкусный, но он не очень сладкий. Я люблю помидоры, прям вообще сладкие. Но в целом он классный, я его съем. Всё, съем. Крабовый салат, кстати, здесь, ну, в принципе, все ингредиенты, которые мне нравятся. Единственное, рис. Вот в крабовый салат я рис не ложу. Сейчас попробуем. Так, открыла. Смотрите, внутри это вот прям очень напоминает. Прям дольки апельсина прям такие, знаете, в шоколаде. Сейчас попробуем. А, попробовала я, кстати, вот эту вот штуку. Ну, неплохая такая, но всё-таки во вкус Вилл вкуснее мини-рулетики. Ну, вот такие вот, как их называют, печеньки. Так, всё просто здесь, открыли, пробовала. Ммм, это они. Прям такой кисленький. Ну, что, моя хорошая, созрела. Оделась, собралась. Сейчас выпила просто опять лекарство антилегенное. И думаю, что, блин, меня это вообще беспокоит. Пойду, в общем, встану на учёт в нашу клинику здесь, на этом районе. Просто я на двух районах. То там живу, то там жила. Там жила, тут живу. И, короче, это, к другой поликлинике прикреплена. Но там я и не ходила к врачам. Там у меня даже толком и карты никакой нет. Вот, поэтому сейчас прикреплюсь в другую клинику. И схожу к терапевту, которого советует моя мама. Я не знаю, работает она сегодня или нет. Во всяком случае, я посмотрю. Может, возьму номерок, посмотрю расписание. Но если я уже буду прикреплена, я смогу онлайн записаться. Потому что сейчас пока что онлайн мою карту даже не видят. Ну и мелкие надо еды купить закончилось. И, возможно, схожу в солярий. Честно, перед тем, как идти к врачу, я вам сразу скажу, мой настрой. Я вообще не доверяю врачам. И я понимаю, что из, блин, тысячи врачей, которые у нас есть, реально единицы. Единицы, которые знают своё дело, которые, знаете, не тупо зарабатывают деньги, а, ну, как-то, как бы, пытаются помочь. Но, знаете, как человек своего дела. Он искренне шёл туда, чтобы помогать. И искренне помогает. Или, я, кстати, недавно узнала, что, оказывается, врачи очень хорошие зарплаты имеют. Вот, кто, не знаю насчёт всех, конечно, да, но вот непосредственно от тех, кто там, как бы, работает. Что, оказывается, там нормальные зарплаты. Что мы думаем, там по 10-15 тысяч у них, а на самом деле там ещё и не каждый с утра до вечера паша. И улыбаясь, и все услуги и так далее делая, да, для людей, не все ещё так могут зарабатывать. Плюс там премии какие-то, переработки и так далее. Ну, короче, ладно, не суть. Это просто для меня было какое-то открытие, когда я узнала цифры, которые зарабатывают. Сейчас потише сделаю немного этот... Вот, кондиционер что-то дует сильно. Ну, ладно, это не суть. Ну, а в наших, допустим, клиниках или в каких-то государственных больницах, да, я как бы не придумываю каждому это знают. Я, слава богу, редко сталкиваюсь с этим, потому что до сегодняшнего дня мне вообще казалось, что я здоровый там человек. Ну, последнего года, я так вам скажу, да, уже начинают какие-то звоночки непонятные по здоровью быть. И когда я сталкиваюсь с какими-то государственными нашими учреждениями, да, ну, редко я встречу, что человек включённый. Вот он включённый, он с тобой общается, он мало того, что знает своё дело, он может быть и включённый, но и не знает своего дела. Вроде бы, знаете, он тебе пытается помочь, но если профи, настоящий профи услышит, что говорит врач, то он будет в шоке, да, что совсем не туда, не то. Но часто мы лечим вообще совершенно не то, что нужно. И диагнозы бывают, ставят совершенно, которые вот не у вас. И вы лечите, лечите, а на самом деле ничего лучше не становится. Как моя мама, она сколько там, два года по врачам, по-моему, ходила, ей никто не мог поставить диагноз. И, о чудо, она попала в нашу государственную клинику, к терапевту, которого вот сейчас уже нету, да. Ну, в плане, она куда-то уволилась с одного места, потом ушла с другого места. И где теперь её искать, неизвестно. Но её поставили на ноги, понимаете. Понятно, уколы и периодически она теперь, как бы, такой хронический момент. Но сам факт, что никто не мог поставить диагноз, это что такое? Она и в платные, по-моему, ходила. Ну, короче говоря, я не доверяю нашим врачам. И сейчас иду к терапевту, реально, которому мама сказала, что вот она на втором месте, вот, да, там, что к ней можно сходить. Ну, на втором месте после той, которую мы не можем найти, да. Что тоже она вроде толковый врач и так далее. Ну, посмотрим сейчас. Я готова сдать анализы. Просто я не понимаю, я не приду сейчас сдать такая вообще несведущая, что мне нужно сдавать. Мне сейчас вот по комментариям, так мне на всё подряд надо сдавать. Но всё-таки я надеюсь, что она мне скажет конкретно, на что сдать анализы. И вот с этими анализами тогда я уже, может, она посоветит каких-то врачей. Я, конечно же, схожу по возможности в нашу бесплатную, да. Но если чуть-чуть что-то интуитивно я буду не согласна с каким-то диагнозом, вот просто, да, ну, я могу быть с ним не согласна именно потому, что я приду, посмотрю на врача, увижу, как она мне говорит, что говорит. И я подумаю, не-не, что-то тут не то. Я тогда пойду уже к каким-то более, ну, к рекомендованным, может быть, в платные какие-то. Хотя платные тоже не факт, что если ты платишь, то тебе делают всё хорошо. Потому что там люди бывают и придумывают эти диагнозы, все тоже это знают не понаслышке, а от людей, которые работали или работают в платных коммерческих организациях, где им нужно делать план и где они реально говорят людям, что у них какие-то диагнозы и что им там нужно пропить лекарства, а это только у них, там не пропить лекарства, а капельницы какие-то пройти, а это только у них и стоит это бешеное денег. Короче, вы поняли, да? Я не знаю, люди у нас такие, Россия, страна такая, или вообще как это вообще возможно? Или просто жизнь такая во всём мире? Надеюсь, что кто-нибудь мне поможет. Я ещё верю в своё везение, что хорошие люди мне попадаются в жизни, и всё хорошо будет. А скажите, сегодня к кому-то попасть можно, например, эндокринолог, пульмонолог, невролог? К неврологу нет, у нас только два, и они уже будут заканчивать. Одна до 12, вторая тут, по-моему, тоже к ним всё занято. Так, 9-40. Эндокринолог тоже расписано, там только если за рецептами, можно будет сверху записаться, но если что-то другое, то уже будет. Пульмонолог? Пульмонолога нету. А этот ещё, который аллергией занимается? Чем? Аллергией. Аллерголог тоже нет у нас. В общем, как вы поняли, я никуда не попала, это нереально. Вообще, вот так если зайти в регистратуру и просто спросить, к кому я могу попасть, ну то есть к терапевту вообще всегда очередь, и к неврологу тоже всегда очередь, вообще, короче, трудно попасть. Вот. Пульмонолога, аллерголога у них нет. Это, видимо, в платные какие-то надо будет искать. И, короче, она мне говорит, что нужно либо утром рано звонить, но это нереально дозвониться, она сказала, сама же она и сказала. А если онлайн записываться, есть там какие-то резервные билетики, но их не видно в онлайне, это только если им звонить, а до них дозвониться нереально, вы поняли, да, в сиронию наша медицина. Блин, бедные бабульки, она говорит, с шести утра занимают очереди, я так понимаю, вот эти бабульки. Если мне не кайф, а вот бабулька должна встать с утра, с шести утра стоять эту очередь, это трындец. И еще, да, если онлайн записаться, то я запишусь только на следующую неделю, то есть это следующая среда будет, а я уже уеду, на самом деле, к этому времени. Я к этому времени уеду и не успею провериться. Сейчас я скажу маме, вообще маме позвоню, потому что мама у меня там всю систему эту знает, вроде как-то можно попробовать как-то записаться, но опять же не сразу, наверное, не в день в день. Сегодня она работает, я говорю, платно у вас есть, а они, знаете, все как-то так говорят, что типа, не-не-не, платного нет, 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 ну вы можете к доктору как бы зайти, если она вас примет, а где-то я вообще, кто-то из подписчиков даже писал, или где-то, я не помню, говорили, что вообще есть какой-то отдельный кабинет, куда ты идешь, ну берешь квитанцию. Я так поняла, что официально у них нет платного, это только если там ты скажешь врачу, там вы не примете меня там, да, платно или как-то так, да. Но она говорит, ну скорее всего нет. Вы можете попробовать, но скорее всего нет. Короче, видимо они боятся как-то чего-то, но понятно, что все возможно, я не знаю, а сколько платно? Тоже такой момент, когда вот четкий прайс есть, сколько тебе платить, это одно, когда четкого прайса нет, сколько платить? 500 рублей здесь достаточно, или полтораху надо, как в моих вот этих дорогих клиниках. За полтораху не хотелось бы. Вот ребенка вожу в платную, и уже сама к лору хожу туда. Ладно, сейчас маме скажу, что она мне скажет. И тут еще у нас одно местечко есть, вроде там терапевта так хвалили. Я в прошлый раз как-то к ней попала, что у меня было, я не помню, но она мне сказала, больше пей воды, а что-то ничего вообще не прописала, ничего не сказала, а говорит, просто правильное питание и больше воды. Все хорошо будет. Вот что я помню. И анализы, а, анализы, а, да, анализы я какие-то сдавала там же в этой клинике, и по анализам, по-моему, гемоглобин у меня невысокий был. Короче, сейчас туда еще позвоню, может быть, там, по-моему, недорого, там 500 рублей, по-моему, прием сейчас. Короче говоря, позвонила маме, позвонила в пару клиник, в одной клинике терапевт, у которых, блин, что я наварить ей. Позвонила в пару клиник, в одной клинике 1200 стоит прием, и я у этого терапевта была, это то, что я вам говорю, 500 рублей, я почему-то думала, что 500 рублей, нет, 1200. И там же кучу анализов я сдала, тоже там на 2500 где-то сразу, по которым она мне сказала, что ничего нет у вас, спортом занимайтесь, кушайте правильно, высыпайтесь. Вот. Это давно было еще, это года два назад. Даже терапевт у них работает. Позвонила в КДЦ, что ли, или как-то так называется, клиника. Мне вообще, я только говорю, у меня кашель, она такая, идите к своему по месту жительства. Я говорю, в смысле, я говорю, я же хочу наплатно пойти, потому что, говорю, номерков, типа с симптомами ковид. Я говорю, да у меня ничего не болит, у меня нет ни насморка, ничего, как бы, как у ковид. А вот у вас такие вот, типа, симптомы, боль в горле. Я говорю, у меня нет боли в горле, у меня, говорю, просто сухой кашель. Мне нужен терапевт. Короче. Она как-то странно так на меня наехала, я ее уговаривала в платной клинике, я уговаривала, что у меня, типа, не ковид, ептельмоптель. Она мне говорит, с мазком только, что у вас нет ковида. Но это вот я впервые такое встретила. И я говорю, сколько приема, она такая, до 1000. Ну, рублей 900, наверное, 800. Короче, маме сейчас дала данные, вот она посмотрит. Тут написано, по выбранной вами медицинской должности в ближайшие 14 дней нет доступного времени для записи к специалистам. Я выбрала даже не фамилию, а просто врач-терапевт-участковый. И записей нет в общем в ближайшие 14 дней. А на дальнейшие они заранее записи еще не делают. Нормально, фига себе. Вы слышали это? Просто терапевта набрала, даже не ту, которую я хочу, в онлайн. Типа две недели записи нет. Трангет. В общем, пока мама там занимается, ну, смотрит, как лучше записаться к врачу, я поеду сейчас в солярий. Купила, милочки, еду ее любимую. А то она два дня без своего мягкого корма там с ума сходит. Я говорю, зайка кончилась, говорю, а времени все не было сидеть. Сейчас я ей взяла прям упаковку целую на месяц. Чтоб она не переживала. Вот. И поеду в солярий. Ну, начну загорать уже потихоньку. Вообще, можно каждый день ездить в солярий. Поднабрать. Вот. Надо привести себя в порядок. Перед поездкой. Быть красивой. Хочу немного подзагореть. А то у меня цвет белой кожи. Я не собираюсь сильно загорать. Ну, так всегда, конечно, да, я не собираюсь. В солярии вредно. А потом остановиться не могу. Но сама суть. Я буду стараться. Я хочу немного подзагореть, потому что у меня очень белая кожа. Просто очень белая. Даже мы с дьяволиной встретились, и она такая говорит, вот, типа, белая кожа. Она вообще не загорает. У нее лицо прям вот прям светлое-светлое. Так она темнее меня. Чтобы вы понимали, насколько я светлая. Я говорю, посмотри на мои ноги, какие они. Как у мертвеца. Чуть-чуть просто подзагореть. А потом уже солнышко. Ну, и плюс, если ходить в солярий и... Ну, я уже это заметила по своей коже. Если ходить в солярий и немножечко поднабрать загар, то кожа уже не так плохо реагирует на солнце. То есть обычно я сразу сгораю, краснею. А если после солярия кожа подготовлена, и загар красивее и ровнее ложится, и не сгораю. Я помню, что когда я ходила в солярий и готовила кожу свою, я могла даже находиться целый день на солнце, в пекла самое. И я не сгорала. Представляете? Ну, то есть лицо могло покраснеть немного, но оно не болело, оно не горело. Вот. А тело и подавно. Там ноги, живот вообще не реагировали. Только темнели, темнели, темнели. Я вообще смотрю, какая раньше шоколадка была. А мне казалось, что я все время светлая. Короче, немножко хочу поднабрать загар, чтобы не быть такой бледнёй-бледнёй. В общем, короче, еду. Сейчас, может быть, кофе где-то по дороге возьму. И, в общем, нашла клинику вот эту, куда я пойду, куда я и ходила к этому терапевту, женщине. У них что хорошо, что... Так как я не знаю других хороших специалистов, если бы я знала, что в какой-то клинике прям супер-бомба специалист. Прием 3000. Я бы пошла. Ну, что делать? Но таких нет. И куда бы я ни пошла, везде цены космос. А что за терапевт тебе пойдется, это как кот в мешке, знаете. Вот. И куда вот я вожу деньку, и куда я хожу к лору, мы ходим вместе, да, это, ну, как бы там цены высокие. И повторный прием нифига не дешевле. То есть раз пошел, через три дня опять пошел, каждый раз по полторы тысячи ты платишь. А вот в этом, в другом месте, к терапевту, к которому я ходила, там 1200 прием, а повторный прием 800. Ну, уже какая-никакая экономия, согласитесь. И плюс, еще большой плюс, что там же у них можно сдать, ну, большинство анализов. Я думаю, может быть, даже и все анализы. Пусть я заплачу там 3000 рублей за эти анализы, но зато мне никуда не нужно будет ехать уже, никуда не надо записываться. Я сразу на месте сдам анализы. И уже приеду, ну, как вы понимаете, так проще. Вот, и вроде там на завтра есть местечко, но сейчас мама вот решит вопрос, она мне скажет, что да как, какие там вообще варианты возможные. Если она скажет, что долго ждать, то нафиг. Знаете, даже если пойти на платный прием, во-первых, я не понимаю, сколько платить, я больше люблю четко платить, да, чем сколько дадите. И начинает играть твоя личная совесть, да. Там я хожу, плачу по полторашке, а тут я 500 рублей заплачу, да. А для нее, может, 500 рублей это нормик вообще. Ну, как бы, некомфортно. Плюс, знаете, идти в бесплатную клинику в конце, когда все по записи такие деловые, мы тут, короче, главные, кто по записи, да. И ты такой, и ты такой отстоял, подождал там их всех, и просишь врача, чтобы он тебя принял платно. Прям просишь его. Еще надо как-то так аккуратно попросить, чтобы он вошел в положение твое, взял у тебя деньги. А он может еще и отказать, потому что, как бы, они бесплатно. Ну, понимаете, да, момент. Проситься заплатно вообще мне не хочется. Мне хочется, вот если пришел, вот люди берут деньги на эти деньги, они делают работу, да, и все. Вот это попрошайничать, пожалуйста, возьмите меня. Еще если откажет, трындец. Эти все неудобства я не хочу испытывать. Ну, и ощущения не самые приятные. Короче, вот такая вот история со всеми этими делами, докторами. Я вообще не представляю, как наши бабушки, наши мамы вот это все выдерживают. А с их пенсией, понимаете, да? Какой платный прием. Только она бесплатная. Только пройти все эти круги ада. А еще, знаете, у меня вопрос такой. Я сейчас просто еду, и посреди дороги огромные две дырки. Я объехала, конечно же. И думаю, внимательные водители объезжают. Но можно же не объехать и попасть колесом в эти дырки. И вообще бывает на дороге, очень часто там я встречаю, какие-то такие просто моменты, где можно убить машину. Где мало того, что там машину убить, можно еще конкретно пострадать. Если вдруг ты там заедешь, застрянешь где-то. И у меня вопрос. Я уже давно этим вопросом думаю. Скажите, был ли у кого-нибудь опыт, куда вообще звонить? По идее, вот с этими вещами, да, на дорогах, ну, как бы, кто-то же должен отвечать за то, что там твоя машина попадает, что вот дырки какие-то, да, что не делаются дороги, да. Такого не должно быть на дороге. Это очень опасно. Можно попасть одним колесом, вот так закрутят твою машину, блин, попадешь ты там в остановку ту же, понимаете, где дети могут стоять. И так далее. Кто за это отвечает? И вот в случае того, если ты вдруг застрял, или по... Потому что дороги, блин, не чинятся, не ремонтируются, и вот такие дыры на дорогах, куда вообще обращаться? Если вдруг ты застрял. Понятно, что у нас раньше времени куда-то обращаться, тебя пошлют нахер, но если ты уже застрял, ты уже пострадал, есть какой-то вообще телефончик, куда сразу надо звонить и говорить, твою мать, это что такое? Вопросик. Я тут застрял. Что за дороги? Почему не засыпано? Почему такая безалаберность? Отругать их? Куда-то пожаловаться? Понятно, что у нас еще и волокита вся вот эта вот... Наверное, и нет такого, да, телефончика, куда ты звонишь, все говоришь, и они сразу оперативненько реагируют. Сразу тебе, может быть, оплачивают все. Ни хрена не так, наверное. Это тебе нужно сфотографировать, написать, отправить, в течение месяца-двух ждать ответ, потом опять все то же самое. У нас, наверное, так в России? Или все проще? Скажите просто, у кого опыт был интересный? Так, ну что, вы так уже поняли, что следующий влог просто у нас будет полон событий. ЕВ. Еще есть одно событие, о котором я молчу, и вы о нем узнаете только в следующем влоге. Вот. Событие классное. Прям я радуюсь внутренне. Очень. Все идет по плану. Вот. И сейчас я решила, мимо горизонта проезжала, сейчас я зайду в Starbucks и возьму свой любимый кофе. Записалась в солярий, в другой. Потому что в этом что-то не то, короче. Надо выяснить. Записалась в другой солярий, через полчаса пойду. Сейчас пока зайду в горизонтик. Может, вкусняшку еще какую-нибудь съесть. Взяла в Starbucks вот такие вот еще тропические фрукт, жвачки. Ну, я люблю, 115 рублей стоит. Я люблю, когда вот в какой-нибудь, знаете, упаковочке прикольной. Кстати, надо сразу открыть. Заказала себе фрапучино, сейчас сделаю. Хотела еще что-то съесть. все такое, короче, калорийное. Либо очень большие порции. Там омлеты появились у них новые. Мне кажется, я обожрусь. Надо что-то мне просто маленькое перекусить. Я бы сейчас бутер такая раз, быстро. Пахнет вкусно. Ну, попозже с вами попробуем. Сейчас я сначала этот кофе свой попью. Заказала фрапучино. Что-то они в этот раз положили мне много шоколада. Прямо чувствую, много шоколада. Но в целом терпимо. 330 рублей стоит такой напиток средний. Ява пропучино называется. А вы, кстати, если заметили, то у нас уже распогодилось. И уже мне жарко даже вот так. Что у меня внизу? У меня внизу просто футболка. И вот сверху теплые, кстати, не теплые. Ну, такое, три нитка. Трехнитка. Жарко. Уже бы можно было поснять вверх вот этот. Просто в футболке ходить. Так, в солярии, в который я ходила до этого всегда, сейчас у них здесь везде новые лампы, поменяли. Сказали мне, раз вы первый раз давно не были, три минутки возьмите. Я взяла три минутки, потом сказали два дня подождите, потом повторно идете. Надо спросить повторно, насколько мне потом пойти. я взяла кремушек, активатор такой вот. Вот такой вот. Попробуем, какой-то он веганский, что ли, тут я не поняла. В общем, будем потихонечку готовить кожу к солнцу. Тысяча этих у меня масок. Обязательно шапочка, чтобы волосы не сушились. Тапочки одноразовые. Девочки, я увидела здесь вот такую стену классную, зеркальную. И я хочу себе домой такую же. Мне нравится. Просто красиво. Даже не то, чтобы смотреться. Просто красиво. Хочу. Что делать? Надо подумать, где можно такое притулить. Она загорела. Сейчас выйду, расскажу. Так, позагорала я три минутки. Очень хорошо, кстати. Любимый планик. В общем, мои хорошие. Я позагорала, все хорошо. У нас два дня перерыв. от солярия. Потом еще на три минутки надо сходить. Короче, я посадила на свое тело, мне вообще не нравится. Оно вообще не нравится. Оно такое... Надо его привести в порядок. Причем я худая. Видно, что я худая, но кожа, сама кожа, мне не нравится ее состояние. Блин, теперь мне надо отсюда как-то вырулить. Я еще, знаете, парковалась и думала, как я отсюда вообще вылетел и выйду. Так, время полчетвертого. Я на бодрике. Тело надо приводить в порядок. Под определенным светом вообще трындец. Просто трындец. Ужас. А у меня полный холодильник вкусняшек. Ну, что делать? Что делать? Надо заниматься, короче, как минимум надо начать заниматься. А я уже через неделю уезжаю. Там уже мне негде будет заниматься. Иди еду в поездке. Неудобно как бы-то поддерживать. трындец. Так, ну что, мои хорошие, в этой поездке мы с вами не попробовали только вот эти из Starbucks конфетки. Я думаю, что они сейчас во всех Starbucks. Кто любит, давайте я вам скажу, вкусно, нет? Жевательная резинка без сахара с жидким центром написано. Но жидкого центра не чувствуется. Я ела жвачки с жидким центром. Здесь как будто без жидкого центра. Вообще никак не почувствовала. Мятного вкуса никакого нет. Чисто просто сладкая фруктовая жвачка. Насколько долго будет ее вкус? Мне кажется, не очень долго. Ладно, пошли домой. Девочки, чтобы вы понимали, вот я дошла до лифта буквально и жвачка уже я ее могу выкидывать. Так что такое себе. Есть, который подольше. Коша моя, Коша моя, смотри, что мама пронесла тебе. Смотри, смотри, сколько купила. Коша, Лянь, Кош, гляди. Ты узнаешь? Ты по картинке вообще узнаешь? Моя девка, ты сейчас спала? Смотри, смотри, что мама принесла тебе. Открываем же скорей. Вот, вот так. Вот. Вот так. смотри. Мил, твое. Кушать идем? Мил, пойдем. Ты моя, Коша, смотри, мама тебя принесла. Да, скажи, мама, еда. Скажи, мама, два дня не было. Два дня не было. Что такое? Что случилось? Половинки даю, утром половинку и вечером половинку. Вот один пакетик на день. Ой, благодарная сейчас будет. Ой, девчули, чем ближе приходит момент отъезда, тем больше я начинаю переживать, потому что я в поездку, как и в прошлый раз. В прошлый раз у нас была новая рубрика дорого-дешево. Я смотрю, что она на этом канале не зашла, поэтому я ее перенесла на второй канал. Будет она там. И, кстати, в последнее время прям не нахожу даже какие-то продукты, блин, продукты или что-то. Ну, ладно, надо просто заморочиться, да, я сейчас о другом думаю, о поездке там, то-се, сейчас собрание будет. В садике, кстати, расскажу, что там на собрание. Первый раз на собрание в детском садике. Скоро будет первый раз на собрание в школу. Все это так интересно, конечно. Ну, любопытно, что будет рассказывать, хоть немножечко узнать о заведении, куда ходит ребенок, да, и хочу скорее, чтобы открылись дополнительные какие-то занятия. Я бы хотела, чтобы он ходил там и на какие-то единоборства, и если будет футбол, вообще будет отлично, легкая атлетика какая-то. Короче, везде он должен пойти, я готова платить. Если просто это в одном месте, в садике, и так, чтобы, знаете, детки все, кто с садика ходит, я не знаю, как это в садиках просто организуется, потому что в наше время я ничего не помню, чтобы мы в садике ходили. Потом, когда в школу ходили, были какие-то бесплатные легкая атлетика, но я сама ходила, и на шашки, на шахматы пытались там учиться, и теннис настольный ходили сами, на выпиливание находили бесплатные, я ходила, выпиливала. Вокал было сложно найти бесплатный, но находила, вот, не так много занималась. На легкую атлетику, я помню, мы ходили, по-моему, Кристинка тоже ходила, мы с девочками там собирались, и ходили на легкую атлетику. Занимались, еще подтягивались по 15 раз, кстати, в школе мы, медали получили за это. Вот. Короче, переживаю вам, новую рубрику надо запустить, пока меня не будет, потому что влоги, я получается, да, два дня сняла, выставила вам видео, два дня сняла, выставила вам видео. А сейчас я уеду на неделю опять, и не смогу вам выставлять видео. А мне надо что-то, чтобы было у вас. Поэтому, поэтому, я знаю, какую я рубрику хочу, надо просто найти время сейчас и снять пару видосов, хотя бы вам интересно посмотреть. За это время вы как раз посмотрите, а я буду наблюдать, как вам заходит эта рубрика новая. Вот. Вообще в моем таком стиле. Ладно, все, через 15 минут уже иду, я не знаю, перекусить что-нибудь, может быть, мне. Билеты купила уже, я сказала. Все, поедем. Вот моя красотка. Благодарная, поела, да? Казимама, спасибо, спасибо, мама. Спасибо, мама. Мам, спасибо. Что, благодарная, видите, какая морда. Еще. Костя скажет, теперь я облизываться, мыться, мам, надо мне. Я ж поела, я вся теперь во вкусной еде, надо все-то помыть. Сиди, какой сладкий, такой сладкий, моя девочка, моя девочка. В этот момент я прям молодец, что я купила салатики. И вот сейчас я съем салатик, который купила сегодня утром с вами. Ну что, мои хорошие, пришло я с собрания, приятно все, мы с Денечкой вместе были на собрании, какие-то детки гуляли, а Денька со мной сидел, мультики смотрел, потому что, видимо, не хотел, короче, гулять, но главное на свежем воздухе. Так, сейчас у нас 18.53. О, ничего себе. У нас собрание было больше часа. Вот. Короче, я первым делом к психологу записала Деню, чтобы она сделала диагностику. Если что, я хочу все знать. И психологе это хорошо всегда, чтобы она выявила какие-то моменты, там еще что-то позанимались, может. Вот. Это круто. Заведующая у нас просто бомбичная женщина. Очень мне понравилось. Наша группа, кстати, отличилась от многих других групп. Вот. У нас там была закупка столиков. Ну, так, чтобы на улице детки занимались, там, если дождь или еще что-то. Ну, на улицу столики пластмассовые и пластиковые. Столики и стульчики. И мы одни из первых, кто у нас там были активисты. Спасибо им вообще большое, конечно. Мамы какие-то, которых надо в родительский кабинет, в кабинет, комитет как раз сделать. Данечка, ручки мой. Вот. Быстро мы организовали сбор средств, поскидывали все, она закупила все, и прям уже даже сегодня один из столиков был на улице. Вот. Благодарность нам, короче, за оперативность выписали. ПТ-ечку. Нет, за они надо. ПТ-с. Короче, у нас с сентября уже будут дополнительные занятия, 15 там наименований, и можно будет ребенка записать туда-сюда, будет мини-футбол, по-моему. Короче, везде хочу. У нас физкультура три раза в неделю занимаются, говорит, прям они прям занимаются, занимаются. Вот. Музыка. Классно. Короче, вообще классный садик у нас. И представляете, уже очередь 150 человек. Вот мы одни из первых были на женовом садике, мы одни из первых были, тем более мы живем там, тут рядом, да, и мы попали. А сейчас уже вот раз-раз, пару-тройку месяцев, и вот тебе очередь уже огромная. Вот. Но у нас еще, по-моему, набираются группы, я не знаю. Ну, короче, суть в том, что я понимаю, что наш район еще разрастается, и поэтому очереди будут. В общем, завтра сказала психолог, я пообщаюсь с Денечкой, типа, и номер телефона оставила, она потом позвонит, расскажет, в общем, что как. У нас, потому что в группе он и еще одна девочка, они, по-моему, самые агрессивные, ну, в плане любят агрессивно как-то играть, любят толкаться, хохочут, там, стукают друг друга, в общем, что-то они это, нравится им обоим, вот это, и они друг друга мутузят, ну, и бывает, и других деток обижают, это, конечно, не очень хорошо, может, психолог тоже посмотрит, как, что, вот такие моменты, вот. Ну, вроде не часто на нас жалуются, но бывает. Я его недавно вот наругала в пятницу, ну, вот вроде после этого не жаловались, вроде все хорошо, ну, вдвоем с девочкой с этой они, если им нравится, то там они, короче, контролируют все, смотрят, но чтобы одно дело хохотать, вы же знаете, мы тоже с братом раньше так играли, вроде начинаешь с одного, потом вроде толкаетесь, бегаете, балуетесь, вроде смешно это, и потом вот это вот баловство всегда доводит до каких-нибудь ушибов, и потом в итоге плачем, вот так и у них. В общем, все хорошо, замечательно. Короче, я сегодня молодец, вот, я сегодня не сняла ни одного видео, но выложила видео, но я сегодня прям молодец тем, что я и к врачу записалась, и в солярии сходила, и на собрание сходили, и погуляли, вообще молодец, и какой-то прилив такой сил. На, допивай. Вкусный сок. Дала ему сок, я говорю, яблочный, он его попил, попил, говорит, это не яблоко, это что? Он, яблоко с грушей. Пустит, да? Музыка. 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 Музыка.